Приветствую вас и вот какой ответ предложу я на вашу проблему. Значит, не можете начать вы отношения, потому что вы сравниваете их, возможно, возможные свои отношения, с аналогичными, с бывшими. И это мешает вам, девушку, новую, потенциальную, воспринимать, как, ну, как полноценного партнера. И причина у этого в том, что вы не до конца опустили отношения с бывшей, вы не до конца покрежили их. Вы кричите, что долго мучились и долго переживали. По вашей гордости, по вашему самомнению, по вашей самооценке был нанесен очень большой урон. И это действительно трудно, тяжело пережить. А последствия еще не закончились. Они остались невыраженными переживаниями. И что в этой ситуации нужно сделать? Ну, в общем, перестать сравнивать. Перестать сравнивать всех. Девушек бывшие. И считать, что все отношения, они будут такими. Это первое. Как это, как это достичь, нашел. Первое. Работать над самооценкой в том, где ей был нанесен урон. И прошу вас в обязательном порядке отметить, обратить внимание на то, что самооценка выступает здесь собирательным, собирательным понятным. То есть самооценки, самооценку я вкладываю для простоты и самоуважения, и самомнения, достоинства и так далее. Чтобы газы раз это не перечисляли. Дальше. Вот там, где нанесен урон самооценки, его необходимо восполнять. Как? Через достижение соответствующих целей. Пример очень простой. Девушка изменила вам и ушла к другому. Почему? Потому что на что были причины. Какие-то причины, которые позволяли ей, позволили ей считать, что вы не даете ей все, что ей нужно. Соответственно, вам нужно понять, что это было. И постараться в будущем не то, что такой ошибки не совершает. А постараться, во-первых, быть готовым дать девушке то, что нужно. Другой. И во-вторых, наверное, прислушиваться в большей степени к ней. То есть больше внимания уделять ей, больше чувствовать ее желательно. С другой стороны, если вы делали для девушки все, что нужно. Старались ей во всем угодить, во всем потакать и прочее. То тогда логично предположить, что она ушла потому, что либо у нее был соблазн. И она с этим соблазном не справилась. И тогда это ненадежный человек. Человек, с которым в принципе нельзя построить серьезных отношений. Либо у нее изначально чувств к вам не было, опять-таки. И она была с вами до тех пор, пока не появился кто-то лучше вас, по ее мнению. И это снова означает отсутствие вашей ответственности, как таковой. То есть нужно понять причины. Причины того, почему я так поступил. Особенно эти причины и ситуация уйдет. Потому что проблемы, которые есть у девушки, проблемы, а ее, как бы, мотивы, мотивы, которые подволя, мотивы, которые толкают ее на поступок, вот этот вот, они уникальны. Они присущи только ей. И другая девушка, имя руководство не станет. То есть нужно выявить причину, привязать этим причинам индивидуальность, уникальность, чтобы вы поняли, что другие девушки так не будут поступать. Ну и обязательно найти какую-то причину в себе, как блацдарм, как, значит, простор для самосовершенства. Дабы все-таки из вот этого вот разрыва постараться извлечь для себя пользу, извлечь для будущих отношений опыт, чтобы ошибок не повторять. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обожаю эту табличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, хуже благодаря. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok